Вот уж воистину, с чего начинается родина. Для меня она начинается с северных предместий Петербурга, поскольку я здесь живу. К примеру, с этих вот старинных дач, иные из которых уже на ладан дышат, но по-прежнему не только определяют облик города, не только являются частью его истории, но и формируют пресловутые гражданские общества. Тех самых неравнодушных людей, что весь этот год отчаянно сопротивлялись уничтожению нашей ривьеры. Намыву в районе Горской и Сестрорецкой. И их голос не остался неуслышанным. Одно из наиболее приметных событий года. Смольный отказался финансировать строительство гидротехнических сооружений для намыва в Финском заливе. Городозащитники празднуют победу. В самом деле, если ценность побережья в том, что оно омывается морем, то зачем это море бетонировать? Более того, в зону застройки попали бы сотни памятников истории и архитектуры. За последнее время их количество и без того сократилось вдвое. Между тем, финансовый потенциал Комарова и Репина именно в их антикварности. Здесь можно делать мини-отели, ну, предположим, с погружением в старую жизнь. Да, вот приезжают постояльцы, платят большие деньги. Там к ним приходят горничные в крахмальном, да, на колочке. Дает там парное молоко от коровки, тут же, которая рядом пасется. Тут же одновременно дети бегают, играют в серсо в матросских костюмчиках. На этом можно зарабатывать деньги. В итоге курортная зона получила шанс на возрождение былых традиций, о которых мы знаем только по открыткам позапрошлого века. Спасение побережья от массированной застройки вписывается в общую концепцию развития Петербурга, цель которой – создание комфортной среды. Это и сублимация, еще и хипстерство. То есть, они им, видимо, надоело просто делать селфи и луки, и они хотят как-то что-то оставить после себя. И урбанистика – это очень удобно. Это велосипеды, это зелень, это пешеходные зоны, это выставки, это события, это ивенты. Впервые это направление указало стратегии 2030. Более развернуто. Тезис обсуждался на форуме в конце года, где было заявлено, что урбанистика 21 века – это когда красиво, безопасно и удобно. В то время как многоэтажки – это респираторные заболевания, криминал и сомнительного качества архитектуры, от которой необходимо избавляться. Понятно, что изменения эти не случатся в одночасье. Вот так вот вдруг. Бетонные джунгли без единого деревца во дворе, без возможности припарковать автомобиль, еще какое-то время будут строить. Важнее другое. Есть осознание того, что это – глубокий мезозой. Вот эти бетонные уродцы – динозавры, которые отживают свой век. И на смену им неизбежно придет комфортная среда. Эти планы получили воплощение в проекте «Невская ратуша», размещенном в центральном районе на месте заброшенного трамвайного парка. В будущем году сюда переедут 24 госучреждения, а бизнес постепенно покинет центр, избавляя Невский от пробок. В борьбе за качество жизни Петербург обошел Москву, с которой его сравнили в 16 номинациях. Понятно, что уровень дохода здесь в Москве выше. Да, есть какие-то объективные вещи, которые выше в Москве. Но по уровню обеспеченности, например, теми же объектами социальной инфраструктуры, Петербург опережает Москву. И это объективный показатель. Оказалось, в Петербурге и автомобильных пробок меньше, и воздух чище, и общепит доступнее. И даже москвичи потянулись сюда в поисках более высокого качества жизни. Самое удивительное, что у Петербурга для повышения этого качества есть колоссальный резерв. Так называемый серый индустриальный пояс города – это 40% его территорий. Найти эти запрошенные заводы и фабрики можно в большинстве районов. Например, как здесь, на трогах обводного канала. Или, напротив, такие вот памятники индустриального стиля, которые в том же Лондоне лет 20 как приспособили под жилые дома и отели. Выяснилось, что у петербуржцев высший коэффициент жизнелюбия и соучастия. Неудивительно, что всем миром решали судьбу зоопарка. В итоге он переместился на окраину города, на территорию гораздо большую. Но сохранится и небольшой засад на Горьковской. И уж в полной мере соучастие и неравнодушие горожан выразилось в отношении к беженцам из Украины, прибывающим в Петербург. Достаточно вспомнить историю Жени Язекяна, младенца из Славянска. Спасибо всем. Я читаю, я смотрю. Я благодарна всем очень сильно. И люди очень откликнулись. Нам помогают все. Обычные люди к нам приходят со слезами на глазах. Ну, просто надо видеть эти глаза. Санкции. Их Петербург в уходящем году не мог не ощутить, поскольку в городе немало предприятий ВПК. Но тут проявились упомянутые выше оптимизм и жизнелюбие. Я, честно говоря, внутренне считаю, что это в какой-то степени нехорошо, потому что возможно, что наконец мы прекратим сидеть на игле из нефти и газа, а начнем заниматься развитием своей промышленности. Сказались санкции и эмбарго на малом бизнесе. Но рестораны от того не закрылись. Повара изменили меню. Нашли новых поставщиков магазины. Валютная тряска вынудила отменить новогоднюю поездку в Хельсинки. Зато вмиг опустили полки магазинов электроники. Многие инвестировали в супер-бренды, о которых прежде не помышляли. А кто-то махнул рукой, рассудив философски. Нам-то нужно работать и зарабатывать. Нам до этих санкций это самое. Единственное событие, которое ни одного человека в городе не оставило равнодушным, изменив Петербург здесь и сейчас. Отправка в ремонтный док крейсера «Аврора». Сегодня о месте вечной стоянки напоминают только сиротливые бакены и гигантская полынья. Однако в 2016 году корабль номер один вернется на привычное место. Безусловно, это пример наиболее очевидных изменений за минувший год. Особенно это хорошо заметно нам, телевизионщикам. Вот неподалеку отсюда телецентр на Чапогино-6. И всякий раз, поворачивая на Петровскую набережную, упираешься взглядом в эту странную перспективу, привыкнуть к которой невозможно. Но зримые перемены не отменяют значения менее заметных, но не менее глубоких перемен, для понимания которых необходимо еще и слышать, не склонны к многословию Петербург. Алексей Михалев, «Пульс города». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова